О хитрых винтах и непроходимых лабиринтах, хохлах и подхрюкивающих, запахи денег и патриотизме. Статья на Конте за 3 октября 2019 года. Йоган Вайс. Задумали хохлы сделать одну фиговину. Ну, как задумали? Давно уже пора было, потому что доставшиеся по наследству от СССР успешно профукали. Вернее, не то, чтобы профукали. Просто думали, что оно будет работать вечно. А тут вот ведь взрада. Оно возьми, да и откажи, сломайся. Отработав, прослужив как минимум вдвое больше, чем предусматривалось. Значит, надо новую покупать. Ну, или строить. Не суть важно. Я про фиговину. И что именно это за фиговина? Тоже не принципиально. А вот то, что без нее хреново, это, если парламентскими выражениями пользоваться, уже очень даже. Принципиально, то есть, ага. Проблема в том, что эту самую фиговину без кое-какой хреновины сделать никак невозможно. Теоретически, конечно, да. А вот на практике дудки. Сунулись, стало быть, хохлы за хреновиной к своим покровителям. Так, мол, и так. Очень надо проявить европейскую солидарность. У них этих хреновин полно. Только деньги, гроши, то есть плоти. Причем гроши требуют не с портретами Мазепы да Бендеры, а почему-то Франклина на худой конец гранта. Или иллюстрациями к пособию по европейским архитектурным стилям. Ума-то нету. Взяли бы гривнями и радовались. Ну, ладно. Второе только заключается в том, что грошей за хреновину требуется, ну, просто неимоверное количество. Отдать, ага. Ну, и какой, спрашивается, нормальный человек. Ну, у вас ведь нет сомнений, что хохлы все до единого нормальны. Да, они и сами это говорят. Отдаст свои гроши. Пусть даже за чрезвычайно нужную хреновину. Но работающие в итоге на обслуживающую массу совершенно чужих людей. Да не в жизнь. А европейцы падлы цену, но никак не скидывают. Не можно, говорят, и так себе в убыток. Ну, ну. В общем, пришлось шукать. Где бы вы думали? Да ясень пень. У москалей. У них эти самые хреновины, без которых фиговину никак не сделать, может и выглядят несколько неказисто, но работают от этого не хуже. И что характерно, стоят в разы дешевле. А вот, это была предыстория. Короче говоря, нашли такие хохлы тех, кто согласился продать им хреновину за цену в разы меньше, чем в Европе. В России нашли. Но без нюанса не обошлось. Нельзя просто купить что-то в одной стране и привести это в другую. Надо непременно обратиться к специально обученным людям, СО, которые определят десятизначный код покупки по специальным же справочникам. А их, в свою очередь, перепроверят еще более специально обученные, БСО, либо согласившись с кодом, либо нет. Почему это так важно? Я про код. Да потому что от него зависит, сколько денег надо отдать помимо цены, заплаченной продавцу, еще и родному или чужому государству. И еще много-много всего. У которого государство, то есть, помимо много еще чего, наличествуют совсем специально обученные, ССО, люди решающие, дозволять покупать, продавать желаемое или нет. А потому что оно может оказаться этаким янусом, не тем, который полуэктович, а немного другим, способным быть и мирным, полезным для всех и опасным, в зависимости от того, как именно его применять. Ой, извините, я увлекся. Элементарные вещи рассказываю профессионалам, зубрам, можно сказать, международных торговых отношений. Бывает. Я проувлекся. Так вот, то, что захотели купить хохлы в России, хреновина та самая, без которой фиговину не сделать, оно как раз двуликим и оказалось. Тем не менее, СО решили рискнуть и попытались объехать на кривой козе БСО, рассчитывая, что те не обратятся в ССО с вопросом, а это точно можно хохлам? А они взяли, да и обратились. Разумеется, ССО ответили, да ни за что, ибо нефиг. А БСО, в свою очередь, огорчили СО. Огорчили сильно. Просто скажу, что сумма сделки между 8 и 9 знаками колеблется. В североамериканских долларах, так же, как и прибыль одних продавцов и ожидаемая выгода других, нуждающихся в фиговине. И продавцы и покупатели сильно-сильно огорчились по этому поводу. И еще бы, такой гефешт медным тазом накрывается. И потребовали от своих ручных СО придумать что-нибудь этакое, чтобы БСО ни к чему не придрались. Те придумали. Сказали, что в первый раз ошиблись, определяя код. Тот самый, десятизначный. И на самом деле, хреновина вовсе не хреновина, а просто фигулина. А фигулинами можно беспрепятственно манипулировать, то есть продавать и покупать спокойно, не тревожа лишними вопросами ССО. У меня, честно говоря, аж глаза на лоб полезли. Что за чертовщина, думаю, час назад была хреновина, а теперь фигулина? Что характерно, СО с пеной в рта принялись убеждать, мол, точно фигулина, даже не сомневайтесь. Дескать, людям надо верить. Сейчас, только пинджак надену, я проверить. В итоге, получили второй отлуп с нескольким часовым интервалом после первого. А хочется же. И тогда мне позвонили из Хохляндии, СО значит, в силу некоторых причин обстоятельств, кто именно из БСО принимает решение и как с ним связаться. И принялись убеждать, что делаю ошибку, которая дорого обойдется, сотням тысяч, если не миллионам простых людей из братского народа. Потому что без хреновины у них не будет фиговины, а без нее жить крайне трудно, особенно зимой, да и летом не подарок. Минут десять охмуряли, да какое там больше. И как охмуряли, я даже в свои лучшие, молодые, то есть, годы самых соблазнительных, рыженьких, с куда меньшим энтузиазмом того, этого, как его, склонял, ага, на минутку, но только на минутку, да меньше. Аж на мысль мелькнуло поддаться и немедленно стать обеспеченным человеком. Ну, это смотря по чьим меркам, конечно. По сравнению с Рокфеллером ничего не изменится, а вот в районном уровне очень даже ничего. В общем, упустил я свой шанс и хохлам крепко подгадил. Ну, а причем, каким боком тут винты да лабиринты, патриотизм и запах денег и многое другое, догадаться нетрудно для тех, кто понимает. Прошу прощения за, возможно, излишние метафоричности туман, но даже косвенных намеков на конкретику давать не могу, хочу, имею право, как во избежание, так и вообще. Йоганн Вайс. О хитрых винтах и непроходимых лабиринтах, хохлах и подхрюкивающих запахи денег и патриотизме. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова